Я такого в жизни не видел, ничего подобного. Ты так, еще ты будешь там не выпить. Да дурак был, патриот. Почему меня как русский такой хрен спрашивают? Я там что говорил, это болезнь не считается, вычеркнусь. Короче так, я должен сделать камин-аут. Так видок нормальный, кайф. А где мы находимся? Мы на озере Лицерн. Очень красивые виды. Мы сегодня едем на электробайках, электромаунтинбайках. Почему? Сегодня мы поедем 3 часа на вершину той горы. На обычном монтейнбайке он прежде нужно умножать на 2. То есть это одна из причин, зачем себя убивать 5 часов. Вторая причина, почему e-монтейнбайк, это ты уезжаешь в места, куда ты есть еще градиент. Просто, ну, например, если это там 25, на e-монтейнбайке ты заедешь или 30. Кстати, вот e-bike, у них есть такой классный инстаграм, e-bike shop, это Forte de Marmi. У них там есть статья целая, что этот стереотип, что e-bike это вот только для толстых там и так далее. И, кстати, для толстых тоже хорошо работает. Там с женой можно поехать со своей толстенькой. Ребята, эта гора, на которую мы сейчас поедем, станет первым местом за последнее время, куда мне точно не поможет добраться даже авиасейлс. Ну, а вот сюда, в Швейцарию, я, конечно же, добрался благодаря сервису для покупки дешевых авиабилетов. Для билетов. So, let's go. Это кайф. Красота просто. Я такого в жизни не видел ничем подобного. Нигде. I think it doesn't work. Which one? The motor. Это что-то у тебя упало, так ты, наверное, взял, она сильнее запахнет. На такой скорости вообще. Мы вообще палки стали. I don't think it's work. Did you try? No, I did not drive with this one. Oh, my God. У меня отвалилась, ребят, камера. У Олега сломался велосипед. Oh, my God. Bad start. Hope good finish. I don't know. Now it works. But it didn't work first. It didn't work first. Yeah, see, now has the number number. Ushas. I hope you don't stay stuck there. You hope so, man. Okay, let's go. Yeah. Вот уже в горочке пошли. Вы говорили, когда вам врачи запрещали с коленом тренить, вы говорили, что если врачей слушать, то вообще можно спортом не заниматься, умереть просто. А что сейчас говорят врачи про ваши тренировки? Ну, я им особо там не рассказываю. Они просто, наверное, не понимают, что я делаю. Не, они все за спорт. Они говорят, давай спорт делай. Но они вряд ли, наверное, понимают, какого рода нагрузки. Я вот тут пульс 182 разогнал на той неделе. Наверное, они будут против таких тренировок. Но, с другой стороны, я больше чем уверен, что я выживаю и выжил из-за того, что я на велике катаюсь. Из-за спорта. Ну, потому что тренированная кардиосистема. Сердце. Ну, я не могу. Если я вот оделся в спортивное, я уже не могу, чтобы не вспотеть. Я уже не могу, чтобы убиться. У нас вообще, когда я занимался велоспортом, считалось на велике, что не надо одевать велоформу, если не проехал 30 километров. Ну, даже это юноша, когда мы были тренером, говорил. Вот если одел на себя велоспорта, значит надо хотя бы 30 проехать. Ну, это юноша. А иначе не надо одевать. Лучше вообще ничего не делать. Лучше, потому что у тебя бесполезная тренировка. Сердце, не занимаетесь. Смотри, как. Давай шесть. Жесть. По шесть. Смотрите, просто посмотрите. Мастерин колец. И мы туда наверх, на нее едем? Да, да, да. Мы на нее едем. Но это даже не самый верх, мы еще там как-то выше. Ну, понятно, что спорт вам помог до болезни. А людям, которые сейчас вот в ремиссии находятся так же, как вы. Так. Скажите им, почему нужно заниматься им спортом? Ну, не обязательно велик, хотя бы гулять. Ты знаешь, я когда сделал пересадку, я сидел же в Лондоне, жил рядом с гайдпарком. Я там каждую с миллиметра теперь знаю. Я три пары кроссовок выкинул. Прошел там, что-то считал, две, не то ли, три тысячи километров. В итоге. Каждый день, вот я представляю, что там такой лысый, никакой, худой. Я ходил хотя бы 10 километров. От 10 до 20. Каждый день. Вот я вставал, и люди там на меня соседей так смотрели. Вышел, все, зомби пошел. Я вот так круги наматывал. То есть обязательно надо двигаться. Движение жизни. Beautiful town. Что ставить? Какой режим? Что-то тяжело. Ты переключи передачу. Да, да, я вниз убрал. Наоборот, выше. Вверх, вверх. Я пока на турбан, ты можешь добавить, какая разница. Все, Олег пошел на абордаж брать, в поезд. Гонка с поездом. Не дается пока. Это так. А да, да. А вообще, сколько вы человек примерно привели в Велоспорт? Фу, да хрена Это сотни или тысячи? Ну, опосредованно Может быть тысячи Но вот осознанно Кого я знаю Кто начал кататься из-за меня Ну, я думаю, сотня Две там Я знаю, что в Форте де Марме Такой есть магазинчик Лимаджи Он лет так Десять назад вообще существовал Там чуть ли не за мой счет Ну, за мой счет громко сказано В смысле за мой счет Там русские покупали велики По моей протекции Опа, основочка Время подписать Ой, отлично Слава богу Посмотреть, куда мы забрались Смотрите просто, ребята 10%, 90% турбо Ничего еще Никогда не трогай Я имею в виду турбо Тур Нет, я делал спорт 10%, тур 90% Лапочка горит И жрет энергию У Олега Два две линии осталось Причем У меня три Но я вообще на турбо Только херачу Но, справедливости ради Кто будет ездить на электрических Тут еще вес зависит Чем ты легче, чем меньше Понятно, батарея помогает Да, я 88% А, ну, мы туда одинаково Я сейчас где-то 90% Я последний раз вешался Был 90% Сейчас, ну, бухаю чуть-чуть И упью каждый день Может, 91% Так что, плюс-минус В том году мы вот с ним туда заехали Это называется гора Пилатус Просто за тучей Но она пожестче, кажется Сколько метров это было? Я забыл Высокий момент 2100 И мы получили к какой высоте? Мы пошли к 1900 На пульсе, в общем, где-то 150-160 Ты херачишь в гору Потом у тебя есть пидстоп Потом еще раз херачишь Потом опять пидстоп Вот такая тренировка Олега Тинькова Человек в 55 лет Мне сейчас остыдно Завод Пилатус На обратном пути Мы в него въедем И вот по этому зигзагу Вот такому Это мы еще поедем Да, то есть еще гора будет Но она небольшая Эту набору мы сейчас сделали тысячу Больше выше вот этой Мы вообще приехали Он говорит, там дороги нет Ну, а та еще может быть 500 А, то есть мы так То есть у нас с него будет Тысячу полторы набора за день То есть это немного Ну, вот для меня, смотрите Я первый раз чувствую Здесь немного Ну, кстати говоря Честно говоря, батареи особо больше не держат У Олега была своя команда Велосипедная Называлась она, как и практически все Что было у Олега Главной мечтой была победа На Тур-де-Франс Не просто победа на Тур-де-Франс А победа с россиянином Почему это было настолько важно? Да дурак был, патриот Что-то патриотизм весь улетучился последний год Вот, последние 18 месяцев Ну, шовинизм, патриотизм Все вот это вот Что-то хотел Ну, как-то приятно, не знаю Моя команда Выиграла Тур-де-Франс в командном зачете Два раза Вельту Испанию Джеруди Италия Тур Фландри Три раза чемпионат мира С Питером Саганом Короче, ну, я не знаю, что мы не выиграли Мы выиграли все Ведь я спонсировал, потому что мне нравился спорт Потому что я сам занимался, так сказать Я там гонялся, я был мастер спорта Я, как сказать, там Был в сборной Кемеровской области Чемпионате России Один раз в третьем был И так далее, так далее Я там Это для меня было очень прикольно Я тратил деньги искренне В одну калитку У меня ничего нету от этого Ну, реклама только Да, реклама, да Реклама, согласились Согласен Реклама, это я получил Бренд там А что касается Ну, у меня нет ассет никакого От этого А я вот от души Мне так хотелось Понимаете? Мне похуй, я так чувствую Понимаете? Я вот хотел так Велоспорт В общем, в целом Амбиции удовлетворены А главное, что это очень дорого И бессмысленно Не знаю, мне не хочется Я наигрался в эту игрушку Я вот сейчас был на На Джира И там Что-то сел в машину Проехал один тап Что-то там Амальф То есть как-то вот я понял Не ёкнуло? Не, не Что-то не щёлкает Что-то надоело Ну, всё Вот есть такое понятие Как поиграл игрушку Помните, я всё Бросил мишку Ну, не хочу мишку Хочу там жираф У меня какие-то другие Там в голове есть приоритеты Мне командой владеть Правда неохота Ну, прочитанная книга Всё Ну, при том При этом Когда вы уходили из велоспорта Вы сказали, что Вас спросили Чем вы теперь будете развлекаться Вы сказали Чем? Срок наговорил Банком Тем более, что у меня До Такая тема Что до болезни Как бы Вот я себя считаю Я был один человек А после другой У меня как бы такой Раздел Я там что говорил До болезни Не считается Вычеркните всё Сейчас всё новое Поэтому банком Ну, что банком Я неплохо занялся Можно сказать Построил И можно сказать Лучший банк в мире До сих пор Я нет-нет Сучал О, это лучший финтек в мире Ну, то есть как бы Как финтек Как диджитал банк Тинькофф С горечью нужно признать Был лучшим мировым банком Ну, как бы по факту По многим параметрам Понятно, что Посмотря на какой параметр взять Ну, в общем и целом Гордость, что из России Казалось бы Которая имела Мы же всё-таки там Сколько отставали И в 90-х На 70 лет были выкрашены Выброшены из цивилизации Такая штука получилась Второй вопрос Что сейчас Опять из цивилизации выброшены И, наверное, больше таких чудес Как Яндекс Или Тинькофф Не случится Вы до сих пор с горечью вспоминаете Ну, как не знаю Чувства сильные Или уже отпускают немного Ну, время лечит, конечно же Вот, так сказать Но... Вопросы уже? В общем и целом Обидно, да, так сказать Что так вот получилось Что... Пришлось такую штуку бросить И... Мне обидно ещё Что многие... Такие... Либеральные И тоже, как мне казалось Честные ребята Прожили... Например, там есть такой Илья Писемский Или Сергей Пирогов Они оба жили в Америке долго Учились в университетах Там в Бостоне жили В Нью-Йорке, не знаю Говорят на английский Хорошо И по-английски И так далее И так далее И когда мы с ними Столько времени провели В рот-шоу В разъездах Это были такие, знаешь Ну, прозападные ребята Умные Эмпатичные И в общем и целом Всё понимающие Но... Сейчас они остались Там работают И сидят И... У них там семьи От Барселоны Там, ещё что-то Но я этого не понимаю Более того, они сейчас там Пытаются делистик сделать То есть, по сути, кинуть Западных инвесторов Что они делают Они просто на глазах Превращаются в токсичность То есть, как бы И вот это меня больше Прекрасные, хорошие Умные люди Которые там Вот сейчас, наверное, там Делистин Ну да, ты представляешь 65% принадлежит инвесторам мировым Да? Которым я продал Которых, так сказать Я зазывал А сейчас переведут всё в Россию Их просто кинут И эти ребята этим занимаются Ну, молодцы И чё Я где-то читал Я согласен Что это какая-то самозащита То есть, мозг устроен у человека Там Таким образом Что он начинает Себя защищать Человек не может Утром просыпаться Там Или я Сергей В зеркало смотри Говорит Я мудак Вообще-то я чмо И он говорит Нет, ну понимаешь Это обстоятельства Вот там, так сказать Или там за бабло они Но там в основном За бабло, конечно Они все жадные Они все бабла Они все говорят Ну вот ещё полгодика Ну или У них основная тема У всех Всех этих, кто остался Яндекс Там Ребята Авито Тинькофф Я так вот общался Все Айтишные Я не беру других Это там вообще А вот Таких Рефлексирующих Думающих Умных людей У них тема какая Они там Все вот это Коллектив Вы же понимаете Наши клиенты Мы не можем бросить Наших клиентов Мы не можем бросить Наш коллектив Ну то есть Всякую Чушь себе придумывают А на самом деле Все за бабки, конечно Ну конечно За бабло продались Просто любят бабки А придумывают себе Вот такие конструкции Типа Мы не можем уехать А как же без нас А кто же, если не мы А если мы все бросим Ну да, но другой подберет Но все равно будут налоги платить Ребят, как вы можете знать Мы часто помогаем героям наших выпусков Но Конечно, герою этого выпуска Нам помочь просто нечем И он вроде как не нуждается Но не у всех инвентарь Как у Олега, ребят Вы можете помнить наш выпуск Из Биробиджана Тогда мы исследовали спорт В еврейской автономной области И, конечно, хорошего там мало Одним из героев выпуска Был Игорь Липин Футбольный тренер Из приграничного села Ленинское Тогда он рассказывал нам Что тренируется ребят У него очень много А инвентаря очень мало И мы с моими друзьями Из компании Винлайн Решили помочь И подарили ребятам Все необходимое для игры в футбол Манишки Мечи В общем, все-все-все Очень надеюсь, что ребятам станет проще тренироваться И хочу сказать огромное спасибо Моим друзьям из компании Винлайн Которые поддерживают не только меня Но и российский спорт Вы очень много где побывали Очень много чего видели Но все равно говорили, что трасса в Крылатском Чуть ли не одна из лучших в мире Не лучшая, а уникальная Я говорил слово Это разные вещи Да, сори Уникальность заключается в том Что в таком мегаполисе Там 20-ти миллионном В центре его Находится трасса Так сказать, там По-моему, она 20 была 18, сколько, 13 Помню Помню, даже 20 22 22, по-моему Да, достаточно большая Но она там сейчас, видите Выходить стала на улицу Даже если ее замкнуть Там пускай она будет 15 Все равно уникальна Там можно большие гонки проводить А если закольцеваться, да Можно там что-то делать То есть это уникально Никаких в мире этого нет То есть вообще-то Идея очень крутая была Советских товарищей Второй вопрос Там сейчас ее застроили И запоганили И все такое И Собянин там хвалится Страдовичер Он Москву восстановил Но я считаю Пока Крылатскую трассу Он не восстановит Ничего там Там сейчас мотоцикл едет Собянин, значит Говнюк Потому что Ну, это реально уникальная штука И там до сих пор Ее как-то еще можно восстановить Можно ее там замкнуть Насколько я понимаю Москва может лишиться Знаменитой кольцевой велотрассы В Крылатском Вы предугадали одну штуку Вы говорили, что Одну Один на один раз Вещий Олег не может одной Вещий же Олег Ну, я одну знаю только Вы говорили, что Если понастроить велодорожек В России То люди начнут любить спорт Но так, по сути, и получилось Что сейчас велосипедный спорт В России реально развивается Особенно в больших городах Где есть велодорожки Почему Россия не смогла стать Велосипедной страной Как вот Швейцария, например? В вопросе ответа То есть мало инфраструктуры Конечно, люди бы катались С удовольствием Потому что я уже говорил Пустарись велик Вот, кстати, от команды осталось Видите, 7 лет Эксклюзив О, супер! Разыграем! Ты хочешь, чтобы тебе подарил? Да Это реальный бачок От команды Новый Контадор пользовался С Саганом И я Охренеть Это мы Это мы и разыграем, ребята Вот У меня всего один Ну ладно, могу отдать Не, конечно, у нас Классная В общем-то Велосипедная школа И вообще Ну, а почему люди Не будут кататься? То есть могла Будут тут дороги Такие вот Классные Классные Ну, одна из причин Одной из причин Которую вы называли Что на матч ТВ Велоспорт не показывают С самого основания канала Вы им там намекали Я не знаю Там Что-то подкидывали Чтобы они показывали Велоспорт В итоге этого Так и не случилось Вот в 2023 году Мы с вами сидим Так на матче Велоспорт И не начали показывать Почему? Мне кто-то сказал Кто-то, не помню Умную мысль Она мне показалась Достаточно Странной Но сейчас я с ней согласился В нее поверил Больше и больше Они говорят Они не хотят показывать Потому что Обрати внимание Когда показывают Туры Там, гран-туры Все По сути Для многих Я даже Недавно тоже узнал Что люди смотрят Например Тур де Франс И они как бы Путешествуют глазами Западные люди Не российские То есть Для них это вот Путешествие по Франции Они видят регионы Потому что Очень много видов С вертолета Красивых и красивых И якобы Одна из установок Была там Чуть ли не Администрация президента Что это не надо Показывать Потому что Зачем русскому народу Особенно на бесплатных Каналах Смотреть Как красиво Богато живет Европа Представляешь Ты смотришь В Тур Фландрии И там домик К домику Все красиво Вот они рядами стоят Все хлопают Пивко пьют По воскресеньям Обычно на Пасху Тур Фландрии И как бы Одета красиво Все добровольные Добродушные Как бы Ну это не популярно Чтобы там люди В Тюмени Вот смотрели Как это Он же загнивающий Запад А тут все так Чистенько Так с вертолета Вот так все Вот такая Европа Вся чистая Вылизанная Красивая И одна из тем Что они это не показывают Чтобы не показывать Красоту Европы Я в нее Что-то начинаю верить В эту идею А вы пытались Как-то Ну вы лоббировали Я не знаю Понятно что не хотелось Платить за это Но вы что-то С кем-то там разговаривали Бесполезно Смотрите Есть же такие тупые люди Которые называют меня олигархом Есть еще более тупые люди Которые меня называют Что-то там Что-то влиятельное С кем-то У меня не было никаких связей Я просто построил бизнес Занимался бизнесом Катался на велике Акции выросли на бирже Из-за этого я стал богатым Я никакой не олигарх Просто у меня акции выросли С 17 до 120 И я разбогател Никаких у меня связей В Кремле нет Никаких администраций Президента И ничего У меня нет возможности Лоббировать телевидение Какая возможность у меня есть Ну я говорил вот так Встречал иногда В коридоре Что называется На каких-то гулянках-пьянках В Кернсу Пойду скажу Господин Эрнс Надо велоспорт показать Ну что ты такое говорил Ну кто я такой Чтобы они меня слушали Им надо чтобы звонили С Кремля Все уехали Я все-таки отстал На втором часе Обычно помните Вот здесь были люди А вот они Понятно что вы говорили Что это футболисты Там обсос и все такое Вы футбол не очень любите И никогда в него не вкладывались Российский Вы вообще никогда Вы все время мимо Западный смотрю чуть-чуть Лига чемпионов По классике Не сказать У меня сын сильно смотрит Младший Не сказать что я там сильно Что-то все знаю Ну как что-то знаю Что-то смотрю Знаю что Месси в Майами Например играет Вы понимаете Как сейчас Без Еврокубков Без всего В полной изоляции Можно содержать Спонсировать команду В Краснодаре Где даже аэропорт не работает Вообще не понимаю Я скажу больше Я иногда смотрю спорт Секцию в этом самом На РБК Мне так смешно Там что-то пишут Про скандалы каких-то фигуристов Кто с кем расстался Кто там жопу показал Кто сиську какая-то Тухтамашева Кто еще То есть я понял Что русский спорт Это сейчас все Про показать жопу Или про какие-то Сексуальные скандалы Или еще про что-то Ну это все понятно Что это такая фантасмагорец Смешно Там что-то какой-то Федун заявил Про Спартакт Что-то там ЦСКА Там чего-то Краснодар какой-то В ничью сыграл Я не то что не кликну Я стараюсь быстрее Промотать это все Какой спорт В этой стране То есть без международного Участия Это какой-то бред Ну какие-то дворовые Там соревнования Ну а как Ну вы понимаете Почему Галецкий Продолжает все это делать Нет Все спонсировать Не понимаю Да у него там Свои какие-то установки Он что-то там себе придумал Там Краснодар Там что-то там Его город Я не знаю что Там мои мальчики Какие-то Какие его мальчики Эти его мальчики Он просто В отличие от меня Ну на международном рынке Не работал Потому что там Оно не так работает Мальчики Мальчики как-то хорошо Начинают пинать Они тут же заключают контракт С другой командой И уезжают оттуда Из этого говна И плевать им на этого Галецкого Потому что он на них там потратился И душу вложил Потому что спортсмены Они все Ну это справедливости ради Нормально Они все продажные Потому что у них короткая жизнь У меня какие ребята Олег Мы тебя так любим Там Потом им предлагали контракт Больше полмиллиона Они убегали То есть У них короткая жизнь Спортсмены ищут У них агенты Где больше платят Поэтому от того Что мне лично Сергей сказал Последний раз в Милан Я не могу бросить ребят Мои ребята Моя молодая школа Ну парадокс в том Что эти ребята Его с удовольствием бросят Как только им предложат контракт То есть Это все такое Я скажу вам честно Ой Эксклюзив же сюда Что-то надо Я потратил Своих личных денег Примерно Миллионов Пятьдесят евро Личных прям Там банковские еще Потом-то все Я где-то 50 миллионов евро Потратил на Велоспорт В общей сложности За все это время И я за это Обратите внимание Ничего получил Возвращаясь к Галицкому Он там Все там Галицкий, Галицкий Но у него стадион-то частный И он умрет Его дочка продаст Его там за 100 миллионов Это стадион Я там Насчет парка не знаю Наверное он государственный Ну он передал городу Молодец Но стадион у него частный Обращаю внимание И команда даже частная Команду можно продать Она наверняка стоит Как минимум тех же денег Сколько он мне инвестировал Вы помирились Все нормально с ним? Нет, я с ним не мирился И он мне не звонил И я ему не звонил А что нам говорить? Я считаю, что он трус Вот и все Потому что мы с ним сидели Разговаривали Он сказал то же самое Сказал Да, я тоже Как и ты Все, ты молодец Я тоже заявляю Поддержу А потом он просто испугался Прикрылся там стадионами Ребятами какими-то Я не знаю Ну ребята и что там Чем эти ребята Ты живешь один раз У тебя карма Ты должен как-то Мне кажется Как человек поступить А не прикрываться Какими-то Краснодарами Какими-то там Клумбами Или что он там Сеет Парками Тем более все построено Ну пускай стоит Я тоже построил Кстати, вот этот пиздеж Мне поднадоел Галецкий построил Ну поедьте в Ленинск-Кузнецкий Посмотрите, что я в своем родном городе Где я, кстати, не живу Я тут уехал 40 лет назад Что я там построил Что я там сделал Если бы я жил в нем Я бы еще больше сделал Поэтому, сказать Мы все что-то сделали Жизнь нас рассудит Там судят Кто мы такие, чтобы судить? Не, не общаюсь Но мне больно Но при этом Ну я не знаю, что Говорить то, что было It's mine, окей? Ты уже его Это не твой зуб Это мой зуб Я понял Ну что, поехали? Поехали, поехали А что ты хотел говорить? Да, ну хотел Ну ладно Может попозже будет еще время А то он засиделся Штефан косно меня смотрит Мне кажется Охереть можно На самом верху, ребята Я думал, что он не вывезет Ты никогда не вывезет так Ты никогда не вывезет так Никогда, никогда Никогда, никогда Посмотрите Что ты говоришь? На самом верху Штанцерхорн Я Штанцерхорн 1700 С журналистом Виктор И Штефан В последнее время Мы были там Пилатус Здесь подсъем У меня конкуренты появились Здесь слишком много съемки На горе Становится Ну сегодня Смотри Как сказать Вот то, что мы сделали По максимальной Что я нар делал Ну это нар процентов 15, да Оттерпеешь Оттерпешки Вообще Это достаточно Нет, это очень Постоянно простое Вообще Я сам думал, что будет мощнее Ну вот Нам начало было чуть Нет, это так ни о чем Вообще Это ты терпишь, терпишь Обычно ты терпишь В течение Двух часов Трех часов Прям терпишь На пульсах На больших Я не думал, что у нас Какие-то большие даже пульсы Сегодня были Ну может было 150 Вот Не, ну мне так С непривычки вообще Ну да, с непривычки Пульс выше Это тоже правда Конечно, это все Про терпешку И Про преодоление Но это и хорошо Мне кажется Я бы не достиг успехов В бизнесе Если бы я не занимался Велоспортом Потому что Когда ты можешь терпеть По 5, по 6 часов Ну вот Раньше, как я занимался На пульсах там 150 Средних То есть Понятно, что максимальных До 190 Но сидеть в офисе просто Целый день 12 часов Это вообще кайф На пульсе 60 Без проблем Это один аспект Что тебе дает велоспорт А второй Это то, что Победить Победить Я сейчас ускорился Вот здесь Ты видел Со Штефаном Вот в этот пригорок И он говорит Ну в тебе Он даже говорит Не знаю На камеру попал А он говорит В тебе Гонщик Никогда не умрет Ну это так и есть Когда же ты гонялся Потому что Когда стоишь На подиум Это первое место У тебя всех Вот это Ну даже второе Или третье Ты все равно Руки поднимаешь С губком Я с детства К этому привык И поэтому Для меня Там Быть Там В производстве пельменей В втором Или третьем Плохо Или там Или там Пиво производить Хотелось лучше Или в банке Когда я пришел Хотелось Всех трахнуть Там Была перед нами Как там Альфа ВТБ Ну Сбер понятно Это невозможная Конкурентная система А в общем В целом Ну мы всех И трахнули И Можешь сейчас представить Когда мы пришли Я пришел Я придумал Я вот так ехал На велике Я вообще Тинькофф банк Придумал Когда я ехал На велике В Америке В США Под Сан-Франциско Там такая есть гора Тоже на велике Да Монтамалпайс И я это все придумал А в том момент Альфе Белый Уже Банк Типа 10 лет Уже как существовал Вот мы пришли И через 10 лет Через 18 Правда 18 Сейчас Тинькофф Сильно больше Альфы Ну то есть Там у Тинькоффа По-моему Сейчас там 30 миллионов У Альфа Там 20 миллионов Клиентов То есть трахнуть Альфу Ну это же круто Не знаю Мне кажется Что для людей Взрослых Люди взрослых Занимаются спортом Потому что Женя послал видео Просто Она пишет Пиццу тебе купить Я говорю Покупай Не-не-не Какая пицца Мы спортсмены Пишите Мы без этого Ой Вчера я выпил Литр пива И виски Хибики еще Вот это мы вырежем Наверное Да спортсменам Это не обязательно знать Это я перед тренировкой Чтобы это Проблема в том Вот я сейчас лечился Когда я думаю Антибиотики с алкоголем Нельзя Нельзя вакцину антибиотик И алкоголь Я звоню своему профессору Грибину Он говорит Олег Почему у меня такой русский Такую хрень спрашивают Вечно что алкоголь нельзя С вакциной Алкоголь нельзя Полный бред Можно алкоголь с вакциной Можно с антибиотикой Вообще никаких проблем Нет Алкоголь Это имеется ввиду Два бокала вина Супруга Бутылка на двоих На ужин Такой вот У нас спортивный выпуск Ребят Я думал Будет пропаганда Велоспорта Ну велоспорт у нас И немножко Пропаганда антибиотиков С алкоголем Что можно миксовать Понимаешь Это тоже Кстати очень важно Я сейчас скажу Такой очень крутой инсайт То есть Нельзя мозги С себя нагружать Иначе ты будешь С ума сходить И мои наблюдения У меня много таких было Кто вот сильно увлекался Аронмены Все вот эти Они реально сумасшедшие В жизни Они вечно в форме И они реально Сумасшедшие То есть Надо выпить иногда Расслабиться Ну то есть Вообще Это полезно Просто когда Ты себя нагружаешь сильно Когда ты себя нагружаешь сильно То Ты просто Ну у тебя же голова страдает Загоняться Или например Когда ты вот болеешь Вот я сейчас там Был В сложной ситуации Я три года по больницам Представляешь Какой моральный Психологический У меня тренер У меня доктор Доктор был мой тренер Он сказал Выпей Выпей Говорит Распусти себя Отпусти свой мозг Потому что Ты говорит Представь Ты и так Еще ты будешь там Не выпить Поэтому иногда Нужно выпить Не надо пить бутылку И даже половину Просто выпил и все Ну в этом фишка Ну видишь Русские не все могут остановиться Вы говорили Что россиянам Невозможно выиграть Тур-де-Франс Полностью командой Это даже неправильно Это не вопрос россиян А вопрос любой нации Просто так Мир устроен Господь бог Что во всех странах Рождаются Талантливые швейцарицы А сейчас вот датчанин талантливый Минигард Выиграл два тура подряд Тебе надо лучших талантов Со всего мира собирать Просто национальные команды По национальному признаку В велоспорте Никогда себя не показали Там были несколько попыток Итальянские Русские Испанские Ну понятно Но просто Вот тут у вас с Галецким Вообще полное противоречие Вы когда собирали команду Вы говорили Что мне не нужна команда Из всех россиян Зачем Я хочу взять лучших И вообще невозможно Ничего достичь Только придерживаясь Этого национального признака А он хочет наоборот 11 человек в составе Из Краснодара Прямо своих Полный бред Полный бред Ну кстати у него Ничего не получилось Он мне эту хрень Рассказывал лет 15 назад И где он Прошло 15 лет У него там какие-то Я вижу негры бегают Ну я когда там Что-то видел Краснодар как-то Я видел там черных У него полно Ну как бы Ну это полный бред Это работать не будет Это утопия Ну он бредит просто Ну ладно Вы в 16 Ну а где Ну хорошо Если он не бредит Сколько школе лет 15 точно Ну хоть как 15 Это извини меня Это даже два поколения Не одно Это два поколения Где в Краснодаре Вопустники школы Сколько из 11 Из выпускников школы У него Там половина хоть есть Ну сейчас есть Из-за войны То что уехали все Ну понимаешь Вот тут и споры нет Смотри на табло Как говорится У них в футболе В 16 году Вы прям возмущались Когда велогонщиков Не пускали на Олимпиаду Вы говорили Что это Ну что это заговоры Что это не честно В общем Что это херня полная Сейчас вы понимаете Отстранение спортсменов Российских Вы с ним согласны Понятно Сто процентов Все что случилось До 24 февраля 22 Вот можете завуировать Вот есть до и после Вот важно Что человек после Сказал или сделал А там что там говорил Тогда всем все казалось По-другому Во-первых Все Вот ну То что сейчас не пускают Я думаю что Да Ну а как может Российский флаг Сейчас развиваться Над цивилизованными Стадионами Это же конечно Ну а без флага Если без гимна Без всего Ну Ваша точка зрения Моя точка зрения Ну это как-то глупо Тогда смотрится Что это спортсмены Без ничего Как-то Ну как-то Ну есть Так есть ли раньше Я не знаю У меня нет Сформировавшихся Я про это не думал Скорее Наверное вообще Не надо пускать вещи Почему-то условно Кому-то там нельзя А вот теннисистам можно Это очень странно Ну хоккеисты играют Еще в «Нхэл» В Америке Хоккеистам можно Из Путин-тима причем Ну да Вот как-то там Двойные стандарты Присутствуют Вы Ну ладно Что смысл Зачем приводить цитаты Если вы от них Особо это Уже смысла нет Я не Ладно Расскажите мне Хорошо Я вот это Мульки не понимаю Часто журналистки Выдергивают цитаты С прошлого И что-то типа Ну это особенно Любительница этой херни Но она не журналист Она конечно говно Но тем не менее Собчак Ксения Вот она любит И она подловила И она так кайфует Господи Человек 10 лет одно мыслил 15 лет по-другому Важно что ты сейчас думаешь И важно Задай ответ Я дам вопрос А там вот этот кайф Это вот журналистке Покопаться в говне Что-то выкопать Неудачную фразу Потом зачастую Ну я публичный был раньше Это у тебя там Эксклюзивная по сути Вот я с Дудем дал С Осетинской и с тобой Ну надеюсь у тебя будут Такие же просмотры Как у Дудя Или хотя бы как у Осетинской Да что там этот Дудь господи Дудь вообще говно Надо Осетинской Да Вот Хотя бы Три миллиона Соответственно Что я хотел сказать Важно вот это передать А не ловить Что там как-то ты сказал Из контекста много Навыдергивали еще Потому что ты говоришь вот так А из контекста выдернут И уже по-другому звучит Там все в контексте Ты говоришь в одной фразе Так-так-так-так А часть вытащить Потом мне это говорят А я даже не помню Когда я это говорил Вот в частности Я не помню Когда я защищал там Что не пускают на Олимпиаду Что-то там Наверное в каком-то контексте Наверное какого-то нашего гонщика Не взяли Я что-то за него заступился Я не знаю Неважно кто там Что когда говорил Ну я понял Вы вообще в какое-то Развитие спорта в России верите? Да я вообще в России не верю А как я могу верить В развитие спорта? Если я в России не верю То есть отдельно Он не может там Качаться? Ну то что сейчас происходит Это изоляция Я думаю России просто Я думаю что спорта вообще не будет В ближайшие пять лет Вот это все последние там Зачатки Ну как нет соревнований Нет международных соревнований Как сказать ради чего? Зачем человеку заниматься Спортом? Он не может поехать На международные соревнования И так далее Но очень популярное мнение Что нам вообще не надо Мы сделаем свою Брикс Шосс И все такое И мы сделаем еще лучше соревнования Ну и прекрасные Пусть там они это Говно лопатой хлебают Вы верите? Удачи вам там Вы верите вот? Честно? Мне похуй Поехали И еще фишка Если ты попал в какую-то жопу Например ты чуть потащил Или в воду Или в грязь Наоборот Все отпускать колеса То есть ты должен опуститься И просто вдать Это короче Еще сложнее спуститься Еще сложнее чем Отчасти Отчасти Но опаснее я бы сказал Спускаемся вниз ребята Это еще сложнее Оказывается Неожиданная песня То, ради чего я ехал Ты снимаешь? Да Профессиональная бутылка Или как они говорят Бачок Про Тим Тинькофф Пушью лимит Отлично Ну что Что ты хочешь сказать Про Некоторые считают Что ем монтейнбайк Это длиннее Нива Да не Это топ Вообще Пока Потратил калорий Чуть Итак ребята Смотрите Вот эта красотка Будет разыграна Все условия Как обычно В телеграме Заходите Ну для меня Это вообще было Невероятное что-то Я так Если честно устал У меня спустил Дверь спина Ты держишь у тебя 500 просмотров Хочешь миллион? Да Короче так Я должен сделать камин аут Я гей между прочим И я решил Что я женюсь на английском лорде В октябре у меня свадьба С английским лордом Я понял Что я гей Все Все что у меня с каналом не так У меня почему-то тянется Эту вся тему Ну сейчас у тебя будет миллион просмотров С Касаткиной было 500 Господи Дарья молодец Ну вы верите Что на вашем веку Вы еще с кайфом Покатаетесь В России Честно говоря Нет Это Тем более там кататься Особо негде Даже если там Все будет хорошо И всем будет хорошо Скать то Где там кататься Особо негде Велоспорт там до сих пор Находится в таком Загнанном состоянии Если вместо пушек И танков бы велодорожки Строили Опять же Велодорожки это не то Надо вот такие Представляешь Вот мы где ехали Вот эти леса Они вот в таком граве Это же денег стоит Это надо тракторами Разравнивать Вот гравий Гравий этот сыпать То есть это инвестиция Представляешь сколько Они денег потратили А у нас же какие инвестиции Тот же Алтай Вот я сказал Там красотища Я там родился недалеко Как и ты Как выяснили Вот Ну как сказать А где там такое Там ты будешь ехать По каким-то Синглтракам В лучшем случае А в худшем Просто по грязи То есть инвестиции Нужно в инфраструктуру велосипедную Да я уверен Что со временем Бы все развилось Если бы не Вот эта вся ситуация Сейчас понятно Что все деньги на фронт Все для победы Сейчас ты куда-нибудь там Что разобрел А наверное Можно было Да Ну и к тому даже И шло потихоньку Мне кажется Вы развивали спорт У вас Вы хотели там И свою команду Хотели чтобы русские Выигрывали Тур де Франц Вы хотели этот флаг На Елисейских полях Ну все Больше ничего не хотите Дурак был Вот и хотел Я уже ничего сейчас не хочу Я хочу выжить Реабилитироваться до конца Еще пару лет Вот мне надо В таком режиме покататься Я же много спорта делал Гуляю там Йога В зал То есть я больше вот СПА Всякие А то Я больше засредоточен На выживании А не на каком-то там Ну что как сказать Почему Тинькофф банк был крут Потому что я все силы Своей души Все силы Души Энергию Я все направил в одну точку Я бил 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 Потому что как и в спорте Для того чтобы стать Большим чемпионом Ты должен с утра до вечера Только про это думать Только тренироваться И так далее Как-то еще компромиссы Все начинается Разъезжается И уже Ты не чемпион А я сейчас Большая болезнь Долгая И мне сейчас Если честно Только это Забавляет И так иногда Рефлексирую Насчет страны Насчет там Бывших своих Сотрудников Там что-нибудь такое Коллег А в общем и целом Я занимаюсь спортом Катаюсь на велосипеде В таком Спокойном режиме Как он сегодня Сколько там Три часа проехали По-хорошему Не больше Как я и сказал Какие чувства Когда вы сюда смотрите Чувства Какая красивая страна И никто тут не воюет И никто никому Ничего не хочет доказывать А все Вот покажи пожалуйста Наслаждаются Занимаются спортом Ребята Кто-то ходит Кто-то ездит Кто-то гуляет Красиво Трава подстрижена Дороги хвостят Хорошие А к сожалению У нас на родине Какой-то хуйней занимаются Вместо того Чтобы свою страну Вот такой же сделать А там можно сделать Это на Камчатке Чувство С Байкалом И с Алтаем Ну Вот это Такие мысли Нахлынуло А так вообще-то Жизнь хороша Жить хорошо И слава Богу Господи помилуй Что я жив Три года после пересадки И здоров И кстати сказать Вон где мы были Вон то здание Это мы можем показать Где? А вот Кабел Вон там Охренеть Охренеть Да Ребята На вершине этой горы Мы были Ай классика Охренеть 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 Охренеть